Сегодня представители молодежного правительства официально вступили в свои права. Из рук Сергея Гапликова 20 самых перспективных молодых людей получили соответствующие удостоверения. Глава лично поблагодарил каждого за желание привнести свежие идеи в дело возрождения КОМИ. К слову, молодые люди не стали тянуть с подмогой и представили некоторые из своих проектов. Какие, знает Любовь Лапина. Добрый день, коллеги! Именно так приветствует на встречу молодежное правительство руководитель КОМИ. Сергей Гапликов отмечает, отныне он с уверенностью может так их увеличать. Ведь позади серьезный отбор в два этапа. На первом претендентов отбирали на уровне вузов. После они проходили психологическое тестирование и собеседование. В итоге из 36 остались 20 лучших. 10 молодых людей и столько же девушек. Гендерное равенство случайно, но в данном вопросе только на руку. Для нас очень важно, чтобы те возможности, которые мы будем вместе обсуждать, они, конечно, имели такой, знаете, где-то может быть не традиционный, не стандартный подход. Ваше видение тех или иных вопросов для нас тоже крайне важно. И мы в этой части будем благодарны, если они будут, скажем, не так спонтанно рождаться, а все-таки в большей такой систематизированной уже. Профессиональная специализация молодежного правительства также представлена практически равномерно. 9 человек – представители технических специальностей, 11 – гуманитарии. К слову, в список попали не только городские активисты, но и выходцы из села, представленные в 7 муниципалитетах, а также соседние области – Вологодская и Архангельская. Председателем в сложной конкурентной борьбе в ходе тайного голосования была избрана Ирина Машукова. Правительство хоть и молодежное, но заседает по-серьезному, соблюдая все формальности и с вручением удостоверений. В таком составе им предстоит проработать ровно год. После будет новый набор. Срок, по мнению старших, вполне реальный, чтобы реализовать все намеченные планы и проекты. Тем более, что в этой работе молодым будут помогать наставники. Задачи очень непростые. И решить, конечно, молодежному правительству самостоятельно, без поддержки, будет достаточно сложно. Поэтому, Сергей Анатольевич, мы здесь предлагаем внедрить и распространить опыт наставничества. Это, в общем-то, технологии забывших где-то времен уже советских, которые хорошо себя опробировали и сегодня возрождаются на государственной и на муниципальной службе. Поэтому каждому из членов молодежного правительства или групп, которые реализуют один или несколько проектов, будут назначены кураторы. Сам состав молодежного правительства был утвержден временно исполняющим обязанности главы КОМИ 22 апреля. Впрочем, уже сегодня на встрече молодые люди готовы презентовать свои проекты. Их сразу четыре. 95-летие КОМИ, Синергия 1 плюс 5, Республика 2.0 и Туристический информационный портал КОМИ. Идеи молодых внимательно слушает не только Сергей Гапликов, но и сами министры. По ходу сразу комментируют и по-отечески наставляют. Вы у вас такое прекрасное имя, знаете, как у няни великого нашего поэта. Вот будьте няней этому проекту, встаньте, понимаете, просто устройте колыбель этой, понимаете, части нашей жизни. И создайте, и пройдите через себя, и вложите в него душу. И тем самым вы оставите незабываемый след, понимаете. Может быть, вы потом в жизни еще многократно вернетесь к этой теме. В итоге беседа из формально-деловой довольно скоро перешла к более задушевному формату. Сергей Гапликов отметил, все, что сегодня делает старшее поколение, конечно, только ради подрастающего. Но это вовсе не значит, что молодые должны оставаться ведомыми и, безусловно, исполнять и принимать все то, что принимается более опытными коллегами. От молодых сегодня ждут не только новых идей и креатива. К молодым готовы и хотят прислушиваться. Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрген.